Добрый день! Давайте в этом уроке научимся делать простое и сложное выделение объекта с переносом его на другой фон. Для этого заходим в файл, выбираем фотографию, которая будет у нас основным фоном. Шаг 2. Выбираем девушку на однотонном фоне, и давайте выберем девушку на фоне природы, скажем. Перейдем на фото с девушкой с однотонным фоном. В левой панели инструментов кликаем на инструмент Волшебная палочка, подводим ее к нашему фону и кликаем по нему. Произошло выделение девушки и самой фотографии. Для выделения самой девушки в верхнем меню нажимаем Выделение Инверсия. Вот у нас выделилась одна девушка. В левой панели инструментов выбираем инструмент перемещения, подводим курсор на девушку, нажимаем и держим левую кнопку мыши и ведем ее к укладке с фоном. Фон откроется автоматически. Вы подводите курсор на фон и отпускаете кнопку мыши. Все, объект перемещен. Вот это простое выделение. Есть много способов выделения такого объекта и быстрое выделение лассо, магнитное лассо, перо, но учитывая что все равно придется проводить коррекцию фото приемлемым для себя, считаю вариант при помощи быстрой маски. Внизу в панели инструментов нажимаем инструмент Быстрая маска. Затем Кисть. И в верхнем меню выставляем параметры кисти. Диаметр кисти и жесткость. Жесткость должна быть 100%. Диаметр уже регулируете. Переходим на саму фотографию и начинаем закрашивать саму девушку. Не боясь выходить за пределы фигуры. Потому что все равно потом будем это все корректировать. Вообще не стремлюсь к какой-то точности. Тут самое главное понять сам принцип как это делается. После того как закрасили в панели инструментов нажимаем масштаб. Немного увеличиваем его. Переключаем квадратик на белый. Или иксом. Затем выбираем кисть. Подводим контуру девушки. И начинаем потихоньку, медленно, медленно и аккуратно вытирать все что вышло за пределы. Вот девушка какая торопливая. Просит побыстрее. Давайте побыстрее. Ведь нам главное здесь что? Самое главное это принцип, а не точность. Поэтому я немножко ускорюсь. Диаметр может регулировать квадратными скобочками диаметр кисти. Больше или меньше. После того как результат вас устраивает. Нажимаем на иконку быстрой маски. И получаем выделение девушки из самого фото. Жмем Shift-Ctrl-I. Или в верхнем меню выделение инверсия. Осталась выделенная только девушка. И мы можем ее переносить на новый фон. Для этого жмем Ctrl-C. Переходим на основной фон и нажимаем Ctrl-V. Вот девушка переместилась на новый фон. Затем жмем Ctrl-T. Или в меню редактирование свободное трансформирование. Чтобы сохранить все пропорции и увеличить девушку. Нажимаем и держим Shift. Подводим курсор к углу рамки и тянем за угол эту рамку. Тем самым увеличивая девушку. Когда нас все устраивает. Отводим курсор. Жмем Enter. Осталось только объединить два слоя. Для этого Кликаем по фону. ОК. Теперь по слою 1. Ctrl-I. И объединяем два слоя. Осталось девушку только сохранить. Идем в файл. Сохранить как. Девушка на море. Тип файла. Выбираем формат JPEG. Обязательно. И жмем сохранить. Качество 12. ОК. Теперь Photoshop мы можем закрывать. И посмотрим наш результат. Что у нас получилось. Вот такая красивая девушка на фоне Карибского моря. На этом урок окончен. Надеюсь он будет, друзья, вам полезен. Всего хорошего. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова